Привет всем! В этом выпуске я хочу обсудить то, что, на мой взгляд, действительно является самой главной темой в буддизме. Такой вот, я не знаю, тем началом, от чего мы все отталкиваемся. И прежде чем об этом поговорить, я хочу сказать, что буддизм вообще это понятие очень-очень-очень растяжимое. В мире существует множество самых разных школ буддизма. Внутри этих самых школ есть разные движения, есть разное понимание концепции буддизма. И я хочу, чтобы вы понимали четко одну конкретную вещь. Когда кто-нибудь вам объясняет суть буддизма, этот человек будет объяснять суть того буддизма, который он сам исповедует или изучает. Правильного, единственного понимания буддизма по всей видимости не существует. Ну да, иногда у любого из нас, то есть у меня тоже, конечно, возникает соблазнен сказать, что вот эти, они уже очень далеко ушли от основной концепции, то, что они исповедуют, это уже не буддизм. Но я очень хорошо понимаю, что все современные движения, которые каким-то боком относятся к буддизму, они, с одной стороны, являются плоть от плоти буддизма, с другой стороны, они не являются тем изначальным вариантом. Даже те, которые выглядят наиболее архаичными, нет, это не изначальный буддизм. Мы не знаем, какой конкретно буддизм был изначальный. Это, кстати, очень сложно определить. Есть масса, опять же, проблем с этим определением. Начнем с того, что у нас нету конкретно письменных источников с того момента, когда конкретно зародился буддизм. Все, которые у нас имеются, они уже были написаны через какое-то время довольно большое. И любая школа буддизма, любое движение, оно зародилось в ответ на какую-либо тенденцию, какую-то проблему. Оно все имеет какой-то смысл. Я люблю, когда объясняю суть, вот как эти варианты буддизмов между собой соотносятся. Я прибегаю к такой метафоре. Это как с собаками, с породами собак. У нас есть немецкая овчарка, у нас есть чихуахуа, допустим. И, может быть, мы считаем, что немецкая овчарка, она больше похожа на собаку. Но обе собаки, они произошли от одного предка, и ни одна из них не является этим самым предком. Это просто вариации на тему. Немецкая овчарка не является изначально собакой. Ну, извините, если это показалось вам слишком запутанным. Просто я хочу донести эту мысль. Потому что то, что я считаю действительно практически неизменным, и то, что я со своей стороны считаю, что без этого концепта не было бы буддизма, это концепт дукха. И, как я уже говорила в каком-то из предыдущих роликов, я не люблю, когда дукха переводят как страдание. В частности, потому что, если заявить, жизнь – это страдание, многие люди просто встают в позу, говорят, а я совсем не страдаю, мне тогда это совсем-совсем не нужно. Это прекрасно, что вы не страдаете в данный момент. Не в том дело. Дукха – это не страдание. Вот прямо сейчас это тот факт, что все в жизни поменяется, и получается, что это сама возможность страданий. Тот факт, что ты не можешь контролировать свою жизнь, как бы ты ни пытался. Вот сейчас ты счастлив, а завтра все то, что составляло твое счастье, может просто испариться. Люди стареют, кто-то быстрее, кто-то медленнее, но в 60 лет мало кто себя чувствует лучше, чем в 20. А если ты реально лучше себя чувствуешь в 60 лет, то, наверное, в 20 ты был не очень-то живчик. Люди болеют. Неважно, то есть некоторые болеют меньше, некоторые болеют больше, но в любом случае тебя может настигнуть то, что тебя всегда живо, просто ты не знал. Может новый вирус, вот сейчас у нас коронавирус как бы, и даже те, кто им не болеют, страдают от тех изменений, которые он с собой приносит. Всякое бывает. И, наверное, начать можно уже с того, что мы даже свое рождение не контролируем. Мы же не можем решить, как мы будем рождаться, будем ли мы вообще рождаться. Кто-нибудь когда-нибудь присутствовал на родах? Новорожденный выглядит счастливым. Абсолютно не выглядит. Он-то не выбирал, он на это все не согласен, он вообще в ярости, ему страшно. И вот этот вот факт, понимание того, что человек не может быть абсолютно доволен своей жизнью, человек ее не контролирует, он, на мой взгляд, является тем моментом, который из буддизма убрать невозможно. Потому что если мы его убираем, если мы говорим, что все нормально, все так и должно быть, то нам уже не нужен путь. И да, кстати, и вот следующим, что за это тянет, это то, что так не должно быть. В буддизме считается, что это нехорошо, с этим не нужно смиряться, с этим нужно как-то, с этим нужно что-то делать, грубо говоря. И вот что с этим делать, я думаю, мы еще обсудим. Пока же давайте остановимся на этом, на том, что духа – это самый главный момент. Спасибо. До следующего раза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова